МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Борисовчане имеют в активе столько же баллов, как и Солигорский шахтер. Что касается представителей Гомельской области, то Мозырьская славя с 23 очками занимает 9-е место. А вот Гомель держится на 13-й строчке. В его активе 18 баллов. 21-й тур чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге пройдет в эту субботу. Локомотив на своем поле примет Лидуа Светлогорский химик Бобруйскую Белшину. Матчи начнутся в 16 и 17.00 соответственно. Третий представитель Гомельской области Речицкий спутник отправится в гости к слонему 2017. Старт поединка в 16.00. В турнирной таблице железнодорожники замыкают тройку лидеров. Первые два места делят Смолевичи и Белшина. Речицкий спутник расположился сразу за локомотивом. А вот химик находится на восьмом месте. Состоялись очередные поединки в экстралигии хоккейного чемпионата Беларуси. Гомель в гостях потерпел поражение от Лиды 0.5. Счет хозяева открыли в середине первого периода. Еще по две шайбы забросили во втором и третьем. Жлобинский Металлург также уступил Неману с сухим счетом 0.4. Выездное турне по Гродненской области не принесло Сталеварам турнирных баллов. 22 сентября Металлург и Гомель проведут Полесское дерби в Жлобине. Вновь играем дома. Во втором раунде квалификации Кубка ЕГЭФ женская команда гонбольного клуба «Гомель» или датский «Хернинг» и «Каст» дважды сыграют в нашем областном центре. К такой договоренности пришли соперники. Поединки состоятся 18 и 19 октября на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Начало обоих матчей в 19.00. Отмечу, что соперник команде «Томожа Чаттер» во втором раунде достался непростой. «Хернинг» и «Каст» – полуфиналист Кубка ЕГЭФ минувшего сезона. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова